У меня вопрос по дереву Сефирот. Существует ли сущность дерева Сефирот? И что вы можете сказать быстро в двух словах? Есть какая-то информация интересная для нас? По Кабале. Кабал – это, в принципе, черная магия, технологии черной магии, которые дали в иудаизме тех, кто ведут евреев к уничтожению, с помощью черной магии можно решать разные вопросы. Многие знания в Кабале были взяты из ведизма и переделаны под черную магию. Есть такое понятие, как магия, как механизм. А использовать ее можно во имя добра и во имя зла, во имя развития и во имя деградации. Поэтому многие технологии, так же, как есть, можно использовать йогу в черной магии, можно использовать энергетику в черной магии, можно использовать закон для того, чтобы помогать человеку, для того, чтобы его, скажем, уничтожать. Поэтому многие знания, которые есть в Кабале, Это как бы механизмы черной магии. Многие, хочу сказать, они взяты не на пустом месте, они взяты из видизма и основаны на определенных знаниях о мире, о законах и взаимосвязях. И при системных их использовании можно достигать определенного результата. Но вопрос надо понимать, какая изначальная цель, и понимать, что это за механизм. Очень часто в черной магии дается механизм, но не говорится об ответственности этого механизма. Потому что все черные магии после смерти попадают в нижний астрал. Кто-то пытается прятаться, какие-то души пытаются вселяться в драгоценные камни, кто-то пытается защититься животными, кто-то пытается скидывать магию и грязь на кого-то, но все равно кармический комитет не обманешь. Все равно на людях это вешается. Есть демонические сущности, которым разрешено делать определенные гадости, они через это нас воспитывают. Если душа сделана богом, и она светлая, за каждое использование черной магии, это будет расплачиваться достаточно жестко. Поэтому, насколько я знаю, что вот это дерево сефирот, это какая-то система, взятая из видизма, и она связана с какими-то знаниями о мире и их использовании. Поэтому, вы знаете, например, есть лунные циклы, полнолуние. В полнолуние идет всплеск определенной энергии, там скрывается подсознание. Это можно использовать, чтобы это подсознание почистить, а можно использовать для того, чтобы ввести человека, например, в уныние. Есть всплеск энергии, можно использовать всплеск энергии, чтобы вдохновить человека на подвиги, можно использовать энергией чтобы завести его на погромы какие-нибудь там на грабеж то есть одно и ту же энергию можно использовать исходя из замысла в разных целях то есть и поэтому дерево сифирот это как насколько я знаю это я изучу эту информацию поглубже это слышал что-то взятые из видизма и переделаны под потребности демонической системы паразитической системы вот насколько я знаю благодарю еще есть вопросы на сегодня ленечке есть ленечке нужен микро лечку слизи микрофона весь дорогая если нет вопросов тогда может чайку тогда поблагодарим за то что вы развиваетесь они вот купьете